Итак, я вас очень рада всех видеть, таких сияющих, улыбающихся, замечательных, солнечных волшебниц. И, дорогие мои, сегодня у нас первое занятие в 2016 году. Я верю в то, что 2016 год принесет нам много нового и хорошего, что наша жизнь, каждая, изменится в лучшую сторону. И вы знаете, что в конце 2015 года я давала тренинг, такое название «Как научиться понимать себя и других людей». Этот тренинг как вступление к тому, что я хочу дальше вам рассказывать, почему учить. Там шла речь о чувствах, как вы помните, и об эго-состояниях. И еще раз повторю самые главные моменты. То, что чувства — это дверь в мир души. Фактически вы должны осознавать, что главное у каждого из нас — это энергетика. Все в вашей жизни зависит от внутренней силы вашей души, то есть от вашей энергетики. Абсолютно все. И ваши взаимоотношения с людьми, и ваша успешность в этом мире, и ваше здоровье. Насколько у вас потоки энергии жизни активны, гармоничны, уравновешены. Насколько чакры ваши активно вращаются на поглощение энергии из Вселенной, из окружающего мира. Насколько вы будете успешными, финансово обеспеченными, здоровыми и счастливыми в личной жизни. То есть вот эти три главные момента, на которые я обцентрирую внимание — это ваше финансовое процветание, скажем так. Это ваше здоровье и взаимоотношения с людьми. В первую очередь, конечно, с родными, близкими людьми, любимыми людьми. И поэтому главный упор в наших занятиях идёт на энергетику, на вашу энергетику. И все, с кем я уже проводила индивидуальные занятия, все вы прекрасно знаете, что мы с вами в наших индивидуальных занятиях, в нашей терапии буквально уже на третьей-четвёртой минуте каждой практики углубляемся в вашу энергетику. И ваша энергетика нам преподносит потрясающие сюрпризы, о которых вы даже и не ожидаете. Вот как у нас с Тамарой на последнем занятии произошло, я сама, честно говоря, была в шоке. Потому что Тамара у меня новая ученица, она не в курсе вот этих всех нюансов. Но её внутреннее видение ей сразу показало, что вот этот вот тёмный сгусток энергетический, Вы позволите, Тамара, что я вот это рассказываю, да? Потому что это важно всем. Вот этот тёмный сгусток энергетический, который она удалила из себя, и после проведения вот нашей энергетической работы, нашего сеанса, этот сгусток начал сиять красным светом. Представляете? Вот Женя улыбается, потому что она уже как инициированная вторую ступень рейки, она прекрасно понимает, о чём это. И мы действительно прорабатывали с Тамарой её негативную программу «Не живи». Понимаете? А все Вы знаете, что в биоэнергетике вот эта негативная программа «Не живи» — это как раз о том, что насколько я не укоренён в этом мире, насколько заблокированы потоки энергии Земли. И это красная чакра, корневая чакра. И вот то, что произошло видоизменение, и то, что стало красным цветом сиять, уже таким красивым, лучистым, то есть преобразование произошло этой тёмной энергии, как раз это и произошла работа по исцелению вот этой негативной программы «Не живи». Поэтому наша с Вами работа направлена в первую очередь на исцеление от негативных программ, на исцеление Вашей энергетики, на освобождение от Ваших блоков. И вот этот тренинг, который я провела, безусловно, там много информации, я согласна. Тамара говорила, что и всё в голове перемешивается, и запутывается. Да, вначале непонятно, но всё равно читайте. Читайте по два, по три раза, по пять раз, пока Вы не осознаете и не поймёте. Потому что, ещё раз повторю, вот пятое занятие, там я говорила о том, что фактически у Вас происходит большая запутанность в голове. И я Вам должна помочь на всех уровнях. И на ментальном уровне, это разум, вот это как раз запутанность разума. И на энергетическом уровне, это непосредственно работа вот с этими энергиями, с телом. И, конечно, на уровне чувств, потому что чувство, это и есть вход, как бы дверь в мир Ваш внутренний, в мир Вашей энергетики. И поэтому я вернусь сейчас вот к последнему занятию, и там я Вам задала несколько вопросов. И, кстати, один вопрос, который я там не задавала, но я его задала Елене. И я сейчас Вам всем хочу задать. Итак, первый вопрос, который я задавала, это как Вы себя отслеживаете? Я Вас учила тому, что такое сталкинг, это отслеживание себя, наблюдение за собой. И вот как Вы себя отслеживаете? Какое у Вас главное эго-состояние присутствует? Чаще всего. Второе. Какие Вы отследили у себя негативные программы? Потом по тесту, Вы должны были тест сделать, тоже расскажете. Что Вы выявили в результате теста? Какой у Вас сценарий выигрывающий или проигрывающий? И вот я Вам порекомендовала познакомиться с теорией эмоциональной грамотности Эрика, Клода Штайнера. Ну, и Эрика Берна, конечно, тоже. А, конечно, создатель её Клод Штайнер. Так вот, давайте свяжем всё это воедино. И такой каверзный вопрос. Почему люди, все люди, большинство людей, так любят кошек, собак? Значит, Женя знает ответ на этот вопрос. Вот, поэтому она не признаётся. Но Анжела, быть может, тоже знает, конечно. Я об этом говорила не раз. Поэтому те, кто знают, вот, естественно, я своей дочерью рассказывала об этом. И Женя, которая уже более четырёх лет у меня, тоже знает. Поэтому мы начнём или с Тамары, или с Елены. Кто хочет первый? Первый вопрос, Тамарочка, какое вы главное эго-состояние у себя следили? Так, ну, главное эго-состояние, наверное, всё-таки контролирующие родители. Здорово. Спасибо вам, что вы вот нашли в себе смелость честно признаться в этом. Потому что я в своих статьях, конечно, пишу о том, что эго-состояние контролирующего родителя очень деструктивное. И, конечно, это нужно быть честным человеком, чтобы признаться в себе в этом. Это сила ваша в этом. Это здорово. Потому что вот путь к изменениям, он с тобой и начинается. Что да, я готов признать свою тень. Вот то, что мне нужно исцелять в себе. А тот человек, который будет говорить, о, друг появился. А тот человек, который будет говорить, что да у меня всё хорошо, да я нахожусь всё время в эго-состоянии взрослого, там. Мне тяжелее будет этому человеку помочь. Спасибо, Тамара. Дальше. Какие негативные программы? Ну, негативные программы мы с вами разговаривали. Это, сейчас скажу, не жени. И, скорее всего, не быть с тобой. Не делай ничего. Такая вот, скорее всего, есть у меня программа. Ну, не чувствую, очевидно, есть, но не настолько, потому как я, если не показываю чувства, то внутри их много. Понятно. Понятно. Ну, вот это вот, я так понимаю. А вот какая программа, не будь близким, как вы думаете? Скорее всего, да. Очень много программ, если так, не будет значимым. Да, да, конечно, конечно, конечно. Ну, наверное, всё, хотя, может быть, даже ещё программы не взросли, потому что, когда я взяла последний свой пятый класс, который я выпустила последний, то я чувствовала, что я, наверное, больше ребёнок, чем они сами. Да. Они взрослее меня. Представляете? Да. Они были намного практичнее меня, и, в общем-то, я многому у них училась. Здорово. Это тоже замечательное осознание, и очень важно, очень важно. Потом такая программа есть «Не достигай», тоже она у вас есть, потому что у вас будут программы с успешностью связанные. Так, по поводу, там я провела этот тест, неуспешно, у меня пять плюсов получилось и четыре минуса. Да, конечно. Это проигрышный сценарий. Ну, а вот мой вопрос по поводу кошек, что бы вы сказали? Ну, вот видите, уже рядышком. Как только я садусь сюда, и он рядом, он уже увидел, что я кем-то занята, и он тут всё, рядышком должен быть. Ну, вот скажите, почему вы так любите? Почему? А потому что они абсолютно, ну как, они, наверное, вот их энергетика, которая, наверное, не блокируется у них так, как у нас. И вот они, вот безусловная любовь, и всё, он тут весь рядом, он искренний. И как это, кому-то я уделяю больше внимания, чем ему. Хорошо, Тамара, спасибо большое. И сейчас мы Елену послушаем. Как вы, Елена, отследили себя? Ну, ну, всё, всё отрицательное. А уж как это, конкретно? Ну, вот по эгосостояниям. Как вы думаете, какое у вас эгосостояние чаще бывает? Ну, наверное, вот этот вот контролирующий родитель. Угу. Кто-то в этом роде. Да. Здорово, Елена, что вы это осознали. Хорошо. И вот вы теперь будете отслеживать все моменты своей жизни, когда этот контролирующий родитель будет проявляться. И пока на первом этапе вы просто это как бы отмечаете для себя. И можно завести тетрадочку. В эту тетрадочку даже записывать эти ситуации, когда у вас проявляется вот этот контролирующий родитель. А уже где-то через неделю я буду вас учить тому, каким образом начинать растворять этого контролирующего родителя. И хочу вам сразу сказать, дорогие мои, что моя роль как учителя в том и состоит здесь, чтобы помочь вам растворить этого контролирующего родителя. Это и есть эго, причем эго такое негативное. И я, быть может, даже буду провоцировать вас для того, чтобы помогать вам выявлять вот все негативные качества этого эго состояния. И поэтому, друзья, вы должны понимать, что вы пришли сюда не просто так вот развлекаться и время проводить приятно для себя. Хотя много у нас с вами приятного, правда же? Вот. Но в то же время, если будут моменты неприятные, когда я буду говорить вам, указывать на то, что ага, а вот вы попались, вот вы начинаете проявлять своего контролирующего родителя, то вы, пожалуйста, примите на себя ответственность за те чувства, которые вы испытываете внутри. И проживайте их, встречайтесь с ними лицом к лицу. Не убегайте от них, не замыкаетесь, не впадайте в защиты. Только таким образом вы сможете растворить свои негативные части, когда вы будете встречаться с ними, проживать их. И не нападайте на другого человека. В первую очередь, конечно, если это буду я, на меня. А действовать будем вот с точки зрения эмоциональной грамотности. И сегодня я вам буду об этом рассказывать. Хорошо, Елена. Как вы думаете, какие негативные программы у вас есть? Тут трудно сказать. Что-нибудь не делай так, как на самом деле хочется. А вот так, как предписано, как бы, советскими родителями. Это, наверное, такая программа, не будь собой она называется. Ну, не будь собой, ну вот, ну да, что-то в этом роде. Ну да. Потому что вы должны осознать, что в глубине вас есть ваша истинность, которая сейчас очень заблокирована, которая закрыта вот этой маской. Вы правильно совершенно высказали, что вот этими привычками, которые насадили родители, там, бабушки, дедушки, всё правильно. Ну, вы читали этот пост о негативных программах? Там 12 негативных программ. Программ, по-моему, нет. Всё остальное многое читала. Ну, почитайте. Там или в третьем занятии есть пост про негативные программы. Так и называется этот пост негативные программы родителей. И вы найдёте тогда у себя ещё другие негативные программы. Тест вы делали? Кто-то выигрывающий или проигрывающий? Да, понятно, что проигрывающий. Сделали, да? Тут даже можно не сомневаться. Понятно. И тогда, что вы думаете по поводу вот моего каверзного вопроса? Почему же вот так вот кошечки нам всем нравятся? А потому что я всю жизнь живу в частном доме, а без кошек и собак здесь жить нельзя. А они мне ещё мышей ловят. Ну, это, так сказать, полезные части. Они ещё лечат. Да. Да, поэтому их должно быть много. Чтоб на всех хватало. А вот расскажите, сколько у вас кошечек? Девять. Девять. Представляете? Как здорово. Девять кошечек. Вот. Ну, что же всё-таки хорошего такого в них? Потому что польза пользой, но для лечения лекарства есть. А вот они на кошечке. Нет, с кошками это приятнее. Вот если что-нибудь болит, приложил мохнатую кошку. Она же тёпленькая, греет, мурлычет. Мурлычет, да. Здорово, мурлычет. Хорошо, спасибо, Елена. И вот мы сейчас и продолжим наш разговор о теории эмоциональной грамотности Клода Штайнера. И что же общего между этой теорией эмоциональной грамотности Клода Штайнера и кошечками, и собачками. Итак, Клод Штайнер и Эрик Берн, они ввели такое понятие, как позитивное поглаживание и негативное поглаживание. Причём они сказали о том, что для каждого человека существуют наиважнейшие потребности, базовые потребности. Я не буду всех их перечислять, их несколько. Я скажу о самой главной. И вот самая главная потребность, это потребность в признании, или иначе в поглаживании. Что такое поглаживание? Это термин, который обозначает такие взаимодействия между людьми, когда люди оказывают друг другу внимание. Привет, как я рад тебе! Это поглаживание. Похлопывание по плечу, это поглаживание. За руку здороваться, поглаживание. Ах, как ты сегодня хорошо выглядишь, какая у тебя кофточка красивая. Это тоже позитивное поглаживание. Не говоря о том, что обнимашечки, поцелуйчики. Это тоже позитивное поглаживание. И когда просто один человек улыбается другому человеку, это тоже позитивное поглаживание. Вот это самая главная человеческая потребность. Без этого люди не могут жить. И медики, ученые провели исследование и обнаружили, что если груднички, грудные дети, от которых отказываются родители, они оказываются в условиях, когда нету таких поглаживаний, когда к ним никто не подходит, не улюлюкает, не огукает с ними, не берет их на руки, то такие дети, они намного слабее, они очень сильно болеют. И выживает таких детей намного меньше. Многие из них просто умирают. И главная причина того, что они умирают, это отсутствие вот таких вот позитивных поглаживаний. Это называется сенсорная депривация. То есть это настолько важно нам быть в окружении людей улыбчивых, людей, которые нам улыбаются приветливо, которые говорят добрые слова нам, которые нас обнимают. И ученые, медики, психологи уже сегодня установили, что оказывается всем детям в возрасте до, я не знаю, до 15 лет, а может быть и больше, людям всем, но детям, мы сейчас о детях говорим, необходимо не менее 8 раз в день, чтобы их мамочка обнимала, целовала. И я писала пост, я вот недавно его нашла, этот пост. Вот сейчас здесь присутствует Анжела, и, кстати, Кристина там. Когда Кристине было лет 9 или 10, сейчас-то Кристине больше уже, что когда ее мама ко мне домой привозила в Луганске, то Кристина звонила маме там очень часто, и мамочка, я тебя люблю. А когда Анжела вечером приезжала, то Кристина такая дылочка здоровая, она у нас высокая девочка, то она 9-10 лет усаживалась к маме на колени, и эти колени у нее вываливались, и ноги торчали. И она сидела, обнявши маму на кресле, и сказала, мамочка, я тебя так люблю. То есть даже ребенку 9, 10, 11-летнему ему крайне необходимы вот эти поцелуйчики, обнимашечки. Все время нужно подтверждение. Кристина до сих пор меня спрашивает, Ната, ты меня любишь? А мама так вообще бесконечно спрашивает. Мама, ты меня любишь? Понимаете, все время нужно подтверждение. То есть поток энергии и любви, вот ребенку, он нужен в неограниченных количествах. И хорошо, что я начала изучать трансактный анализ, когда Кристина еще была довольно маленькая, что я все это рассказывала. Потому что, к сожалению, вот в нашей семье, у моей мамы была колоссальная скупость на эти поглаживания. Я вот рассказывала Анжеле, и вам рассказывала, что я задавала себе вопрос, когда мне было 12 лет, ну почему меня мама никогда не возьмет на колени, не посадит? Почему она меня не обнимет? Почему она меня не целует? Мне этого так хотелось, даже когда мне было 12-13 лет. И вот этот пост, который я вам прислала, он как раз, Клод Штайнер создал вот эту теорию эмоциональной грамотности. И он в этой теории эмоциональной грамотности рассказал людям о том, что оказывается у нас, у всех почему-то на протяжении последних даже тысяч лет выработалась вот такая экономия поглаживаний. Что мы скупы на эти поглаживания, мы их экономим. Мы как жадные скупцы, не хотим дать друг друга вот этих поглаживаний. И вот правильно сказала и Лариса, и Елена, ой, Тамара и Елена, что фактически кошечки и собачки, они не экономят позитивные поглаживания. Почему они для нас так и привлекательны? Почему нас так тянет к ним? Что они сразу мурчат, они от нас трутся вот этой вот своей мягкой шерсткой. Собачки хвостом виляют, кошечки мурчат, трутся об нас. Они всем своим видом демонстрируют, я тебя так люблю. Я так нуждаюсь в твоей ласке. И я дарю тебе свою ласку. Это очень важно, колоссально важно, потому что это и есть энергия, поток энергии, любви. А мы же, даже когда мы любим друг друга, мы одели маску такую и ходим. Ни тебе любимый, ни ты мой хороший, ты мой золотой. Ничего мы этого не говорим друг другу. Наоборот, молчим. Молчим, но зато претензии друг другу высказывать, это в неограниченных количествах. Понимаете? И обратите внимание, что когда люди начинают высказывать друг другу негатив, тогда начинаются вот эти деструктивные игры. Но это другой отдельный разговор, очень большой разговор. Психологи трансактного анализа Эрик Берн, он написал книгу даже «Игры, в которые играют люди». Изучили все эти игры. Это громаднейший участок теории, поэтому сейчас я этого касаться не буду. Главное, что вы должны понимать, что как только появляются неприятные чувства, как только есть негатив какой-то, все, уже есть игра, деструктивная игра. И значит, уже есть деструктивное эго-состояние и у вас, и у того человека, с которым вы играете в эту игру. И это уже разрушение жизни. И у меня есть замечательный тренинг «Как защититься от негативных энергетических воздействий». И вот в этом тренинге я рассказываю о том, что каждое мгновение нашей жизни вы выбираете быть живым или быть мёртвым. И вот сейчас я вам хочу дать понять, что значит быть живым. Быть живым – это значит быть в потоке энергии жизни, энергии любви, энергии радости. Это дарить и себе, и миру вот эти позитивные поглаживания, вот этот позитивный поток энергии. Вот что такое быть живым. А быть мёртвым – это как раз заблокироваться полностью, одеть на себя маску и никому не дарить позитивных поглаживаний. Ни себе, ни миру. Понимаете? Это полная блокировка. И вот в наших с вами занятиях я вас буду учить главным моментом, трем главным моментом. Каким образом можно изменить свою жизнь коренным образом. С помощью вот этих вот энергетических практик. Вот есть три основные направления, три основные секрета. И вот сегодня я вам раскрываю первый секрет. И первый секрет – это то, что с помощью вот этих вот позитивных поглаживаний и для себя, и для других людей, и для мира. Потому что я вот вчера вышла гулять, уже стемнело, и я направляла свои позитивные поглаживания, свою любовь к природе. Вот здесь у меня за окном лес снежный, снег выпал. Такая красота. Идёшь, снег хрустит. Вот эта вот энергия этих сосен, этого снега, этого воздуха. Я вдыхаю, наполняюсь им. И я иду, и я благодарю эту природу, эти сосны, этот снег. И я свою любовь с благодарностью направляю. Я восхищаюсь этой красотой. Это и есть позитивные поглаживания. Это и есть мой поток энергии, любви, миру. Я смотрю на детей, как они играют. Я смотрю, у нас здесь несколько ёлок нарядили. Они все в гирляндах разноцветных, сверкающих. Я просто стою и любуюсь этим всем. Восхищаюсь. Я просто встала и на эту сверкающую ёлку, мигающую, любовалась. Это и есть поток энергии, который я направляю со своим восхищением, со своей любовью. Это и есть жизнь. И я чувствую поток энергии, который идёт от всей этой природы, от этой сверкающей ёлки. От этих детей, которые играют вокруг неё. Что со мной происходит? Даже если у меня было плохое настроение, и вдруг я была там в адаптивном ребёнке. Понимаете? Вот может быть там что-то могло случиться. Хотя сейчас со мной практически такого не бывает. Но когда я перестраиваюсь и вот в такое состояние вхожу, всё, главное, что со мной происходит, идёт повышение моих вибраций. То есть вибрации моей души повышаются. И когда повышаются вибрации моей души, то тогда, безусловно, вот эти энергетические потоки вливаются в меня, и я наполняюсь. И даже если я была уставшая, то я очень легко и быстро отдыхаю, наполняя меня энергией, я становлюсь наполненной и отдохнувшей. И обратите внимание, что никогда человек, который умеет вот таким образом повышать свои вибрации, никогда он не будет болеть. Мало того, вот мы практикуем, некоторые из моих учеников, которые инициировались рейки, мы практикуем рейки. И мы вот, Женя знает, мы имели опыты потрясающие, неоднократные, когда мы исцеляли друг друга, буквально в течение получаса. Вот у нас был случай, наша участница наших тренингов в Луганске, Виктория, она очень серьёзно заболела, и у нас было занятие. И она позвонила хриплым голосом, говорит, Наталья Леонидовна, меня не будет, потому что у меня ангина страшнейшая. И мы тогда встали в круг, у нас там в Луганске было 5 человек инициированных рейки. И мы давали ей рейки на расстоянии, естественно. Можете себе представить, вот когда занятие у нас через 2 часа уже закончилось, наше очередное, то позвонила Виктория, и уже нормальным голосом говорит, Наталья Леонидовна, это потрясающе. Мне через полчаса горло вообще, опухоль спала, и температура упала, и я стала себя чувствовать хорошо. И сейчас я делаю уже уборку. Можете себе представить. Но это только один из случаев. В моей жизни этих случаев были тысячи. Я своей маме регулярно снижала давление, находясь в Крыму. И Анжела это прекрасно знает, не даст мне соврать, как это было, что я с мамой договаривалась. Говорю, давай, ты ложись в полдесятого, я тебе буду давать рейки. И мы с ней ложились. Я в Крыму, она в Луганске. Всё. И потом утром, когда я маме звонила, она говорит, «Ой, ты знаешь, мне так легче, легче, легче стало. Я так крепко спала всю ночь, всё, давления моего нету». То есть в нашем организме таятся потрясающие силы. Только мы не умеем их использовать. Мы не умеем воссоединяться с потоками энергии Вселенной. Мы блокируем сами себя. И вот первый и самый главный секрет и первый и самый главный шаг к тому, чтобы начать воссоединение с потоками энергии Вселенной, это как раз умение наполнять себя позитивом и направлять этот позитив в мир другим людям, планете, деревьям, небу, звёздам, животным. То есть вот эти вот моменты, этот момент является первым, самым главным, наиважнейшим. И вот теория эмоциональной грамотности Клода Штайнера, она именно об этом. О том, что люди, опомнитесь. И Клод Штайнер, когда я у него была на семинаре в 2011 году, понимаете, это уже старик. Вы видели на фотографии, да, я с ним сфотографирована. Вот что меня больше всего привлекло в трансактном анализе? Самое удивительное, что для того, чтобы стать специалистом трансактного анализа, получить международный сертификат, это очень сложно. Люди должны учиться, ну я не знаю, не меньше там 12 лет, так это после того, как ты институт закончишь, будешь практикующим психологом. То есть, такими уж хорошими специалистами, которые имеют право тренинги проводить, люди становятся только после 60 лет, понимаете? И самое главное, что они к этому времени, когда они стали специалистами, они вообще освобождаются от всех своих болезней, которые у них были. Вот я, например, сейчас чувствую себя намного здоровее, и вот опять же моя дочка не даст сажать, что я практически вот сейчас не болею в последние годы, только благодаря тому, что я занимаюсь всеми этими практиками. Вот коты, как они чувствуют энергию, обратите внимание. У меня всегда, когда приходил ко мне клиент в Луганске, то мой кот Маркиз, он всегда врывался в комнату, когда я давала поток рейки, он садился под стул, и весь сеанс он сидел под стулом. Как только я прекращала поток энергии рейки давать, он уходил сразу. То есть я, когда провожу занятия, у меня всегда есть поток рейки, я всегда в потоке рейки даю занятия. Поэтому не удивляйтесь, я к этому уже привыкла. Вот у меня есть одна клиентка с Москвы, тоже у нее два кота, и каждый раз на занятии это просто буря, эти коты прыгают, скачут. Особенно, когда вот я усиленный поток рейки даю. То есть вот Клод Штайнер, он нам рассказал о том, что у него произошла своя личная большая трагедия в жизни. А, я же начала говорить, что вот эти тренеры все, они к нам приезжали сюда, в Киев я ездила, они приезжали из Великобритании, из Великобритании, Джулия Хэй, президент Института транспортного анализа Великобритании, и вот Клод Штайнер, и многие-многие другие, все они очень пожилые люди. Вот, кстати, Голдинги, Бопа Мэри Голдинги, они дожили до 95 лет, по-моему. Так вот, Мэри Голдинг приезжала, когда я уже была за 90 лет, тренинги проводила. Вот можете себе представить, сколько энергии и здоровья у этих людей? И вот мы удивлялись, видя, вот Клод Штайнер, ему уже, по-моему, за 70 лет было, когда он к нам приезжал, насколько вот два дня или три дня, я уже не помню, он вел этот тренинг, это сколько энергии надо, чтобы три дня вести тренинг. И он был на высоте. Так вот он нам рассказал, что у него личная трагедия произошла в жизни, очень серьёзная. Он любил, очень любил одну женщину. И вот в те времена, когда он как раз свою теорию эмоциональной грамотности создавал, это тогда началось феминистическое движение. Я писала в этом статье. Вот женщины стали придерживаться таких взглядов свободолюбивых. И вот она была такая, и она ему сказала, Клод, скажи мне, пожалуйста, скажи мне, я тебя люблю. Он говорит, я ей сказал, я тебя люблю. Она ему отвечает, нет, я тебе не верю. Я ухожу от тебя. Он говорит, я тогда не понимал, почему она ушла от меня. И я, говорит, её очень любил. И я посвятил изучению, пониманию того, почему же она от меня отказалась, почему же она ушла от меня. И тогда, говорит, я осознал, что я всю жизнь с ней, я всю жизнь находился в контролирующем родителе. И я, осознавши это, я дал себе слово, что я посвящу теперь свою жизнь борьбе с контролирующим родителем. И я создал тогда теорию эмоциональной грамотности. И вот я могу вам сказать, что я не считаю его, допустим, своим учителем, потому что я была всего на одном его тренинге. Но я могу сказать, что я так же, как и он, я его последователь, я посвятила свою жизнь борьбе с контролирующим родителем. Потому что я сама вытерпела очень много страданий и очень много боли. Есть такое понятие «мёртвая мать». И это очень больно, когда твоя мать мёртвая, когда она малоэмоциональная, когда она всегда носит эту маску, замерзшую на своём лице, когда она с тобой общается только из контролирующего родителя. И вот когда Клод Штайнер создал свою теорию эмоциональной грамотности, и то, как он вёл тренинг, я вам передать не могу, какие энергии там были на этом тренинге. Потому что мы делали практики, и мы с вами тоже будем делать эти практики, которые вот именно создал Клод Штайнер. Когда ты начинаешь общаться с людьми с открытым сердцем. И вот я вам порекомендовала посмотреть фильм, да? Вы смотрели этот фильм? Не успела. Не успела, жалко. Кто смотрел этот фильм? Женя смотрела? А Елена смотрела? Не, не успела. Ой, ну тогда, значит, мы на следующее занятие поговорим об этом фильме. Я почему хотела, чтобы вы его посмотрели, как раз там вот очень яркий пример человека, который находится в контролирующем родителе. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Там есть что обсудить в этом фильме. Кроме того, что там сам есть один из героев, который в таком... Причем, как Эрик Берн называл, родитель свин. Не просто контролирующий родитель. А у Эрика Берна были такие названия еще. Родитель полицай и родитель свин. Вот типичный родитель свин или родитель полицай. Но еще хочу вам задать один вопрос. Там в главной роли Киана Ривз. И я вам хочу задать один вопрос. Вот у меня есть такие личные предположения. Мы можем с вами это обсудить потом, поделиться. Вот в жизни Киана Ривз так и не связал свою судьбу ни с одной женщиной. И вот мне бы хотелось услышать ваше размышление. Как вы думаете, почему? Это непосредственно касается нашего сегодняшнего разговора. Вот вы поразмышляете и выскажите свои предположения. Потому что в дальнейшем вы будете учиться, те, кто захотят, конечно, тому, как научиться разбираться в людях. Как различать личностные адаптации. Вот там тоже очень интересно в этом фильме. Мы можем определить, какая же личностная адаптация Киана Ривз. Ну и у других там. И определить, почему же люди с такой личностной адаптацией, им свойственно быть одинокими. Вот, например, как Киана Ривз. Вот это самое главное, то, что я хотела сегодня вам рассказать, дорогие мои. Какие у вас вопросы будут? Может быть, у вас есть какие-то мысли? Ну, вопрос очень такой, наверное, сложный. И я забегаю вперед. Я поняла, да, что я вот какие-то там у меня программы, да. И, собственно говоря, я их наблюдаю. По жизни вечно я чего-то, последний шаг не заканчивала. Там, допустим, при аттестации надо написать оба. Вот, по-моему, я делала. Ну, вот самого основного там всего-то... Извините. Вы звук выключите, Елена? Елена? Звук выключите? или допустим если такое я наблюдаю сейчас в последнее время я не могу навести порядок в квартире допустим вымыть полы это казалось бы самое простейшее но когда я беру швабру в руки я походила с ней поставила я дальше не могу я только насилие на собой делаю для того чтобы это сделать что с этим делать ну это у вас очевидно есть такой драйвер старайся наверное и в этом драйвере старайся есть такое качество что человек берется за что-то но не доводит до конца так вот вопрос в том как из этого выйти ответа такого нету Тамара рецепта нету вы же поймите это энергетическая внутренняя работа ваша вся энергетика и кстати негативные программы которые у вас есть не достигают все у вас настроено вот на это сейчас в нашей с вами работе задача постепенно вас перестроить вашу энергетику единственный единственный у меня ответ это перестроить вашу энергетику перестроить ваши негативные программы освободиться от них понимаете это работа опять же это нашей с вами индивидуальной работе опять же вы будете сами чувствовать и видеть и опять же это не за один день я не говорила у меня последнее время было такое вот состояние ребра мои как бы сдавливали легкие причем к вечеру вот если я сижу полдня у меня практически не могу сказать что боль но в общем-то очень неприятное чувство было вот этого сдавливания оно мне не стало а сейчас оно практически ушло это в общем-то нет конечно значит я вам говорила Тамара что вашей личностной адаптации свойственна ригидность помните я вам говорила это такое очень сильное напряжение вот то что вы даже сказали что вы стройно ходите да да это тоже из ригидности вот ваша личностная адаптация которая называется ответственный работоголик обратите внимание название ответственный работоголик но полы домыть не могу да то есть но не достигает свою роль играет и вот в этой личностной адаптации ответственный работоголик свойственна напряженность вот всех всех мышц и они как бы сковывают вас я вам дала несколько энергетических практик которые вы начали делать и вот эти вот энергетические практики они способствуют общему расслаблению понимаете и вы когда их делаете регулярно делаете когда вы заземляетесь потому что вот этой вот адаптации ответственный работоголик ей свойственно вот именно блок мощнейший блок между корневой чакрой и потоками энергии земли и как бы улетает аура пытается улететь отсюда с этой негостеприимной такой враждебной планеты вот на самом деле когда вы перестраиваетесь когда вы заземляетесь когда вы делаете вот эти практики которые я вам порекомендовала то все эти напряжения снимаются вы заземляетесь вы укореняетесь вы эту планету уже воспринимаете иначе как столько здесь красоты столько всего хорошего акцентрируете свое внимание больше на хорошем то есть вы заземляетесь и расслабляетесь и расслабляясь конечно у вас все эти моменты уходят я рада что у вас уже фактически после двух-трех наших индивидуальных занятий уже есть результаты хорошо да здорово здорово замечательно пожалуйста так у кого еще какие вопросы будут друзья вопросов нету нет почему если не добрали поглаживание в детстве где же взять теперь о замечательный вопрос Елена замечательный вот это самый главный вопрос можно сказать всей психологической науки если не добрали поглаживание где же взять я долго искала ответ на этот вопрос и нашла а взять мы можем только вот в таких вот группах как я создала только здесь то есть мы здесь можем друг другу давать позитивные поглаживания пусть мы не можем к сожалению заниматься обнимашечками но тем не менее даже вот так вот общаясь друг с другом просто высказывая друг другу добрые слова добрые какие-то пожелания комплименты говоря друг другу ай как здорово как у тебя хорошо получается вот я сейчас задам вопрос Тамара скажите пожалуйста вы от меня получаете позитивные поглаживания получаете спасибо много здорово замечательно то есть даже те мои слова которые я вот два раза в неделю мы встречаемся один раз на индивидуальных занятиях и один раз вот здесь на групповых занятиях Женечка скажи пожалуйста я тебе даю позитивные поглаживания да поддержку получаю спасибо большое вот и я и от Тамары и от Жени получаю колоссальное количество позитивных поглаживаний даже мало того мои бывшие ученики их многих здесь нету но я регулярно вот понимаете то что я занималась четыре года назад пять лет назад мои ученики вот сейчас и на новый год я столько писем получила с такими добрыми словами я вот Анжеле своей дочери признавалась недавно да мне не хватает позитивных поглаживаний вот допустим от моих дочерей вот мне бы хотелось бы побольше бы особенно вот от младшей дочери не хватает но зато я добираю их благодаря своему общению с вами и самое главное что я это осознаю понимаете вот главная осознанность чтобы не приступить черту чтобы это было взаимно взаимные позитивные поглаживания но чтобы это не стало симбиозом про симбиотические отношения хорошо знают и Анжела и Женя но ни Тамара ни Елена ни остальные новые ученики которые получат эту запись они еще не знают об этом мы будем говорить позже поэтому здесь нужно быть осознанными чтобы не впасть в симбиоз то есть зависимые отношения но в то же время делиться друг с другом вот этими добрыми и потом я вам еще что скажу что я могу порекомендовать вы можете в жизни у себя в реальной жизни оффлайн так сказать найти такого человека с которым бы вы тоже могли обмениваться позитивными поглаживания то есть такую поддерживающую фигуру это возможно но не обязательно потому что иногда вот люди говорят а вот нет у меня такого человека ну что ж бывает так это очень грустно потому что допустим некоторые люди могут есть такой реальный человек с которым можно пообниматься потискаться сказать ой можно я тебя обниму я хочу тебя поцеловать и человек скажет да здорово давай мы с тобой пообнимаемся полоскаемся если нету такого человека отличный заменитель коты отличный заменитель это тоже позитивное поглаживание это тоже напитывание внутреннего ребенка тем что не додала мама да потому что вот я не могла вот хоть я и жила со своей мамой до последнего момента вот в августе месяце она умерла я не могла с ней обниматься не могла понимаете вот потому что это стояла вот такая вот очень жесткая такая стена зато зато с котом там или с каким-то подругой или с дочерью там какого-то человека можно найти не нашли я же говорю что тогда подойдет и вот занятия ну вы осознанно должны быть вы должны осознавать что как здорово что я общаюсь с этими людьми как здорово что я могу здесь открыть свое сердце что есть такое место в этом мире где я доверяю людям где люди открывают свое сердце передо мной которые искренне мною восхищаются восхищаются пусть моими маленькими победами вот как я просто счастлива тем что вот у Тамары уже мышечное напряжение уходит понимаете что человек продвигается что искренне человек хочет двигаться вперед я каждой из вас восхищаюсь потому что это ни с чем не сравнимо вы можно сказать самые лучшие люди на планете которые стремятся двигаться вперед я именно вам в первую очередь писала пост когда заглавие такое что я хочу признаться вам в любви вот это вам я в первую очередь потому что тысячи и тысячи людей читателей моего дневника и моих других блогов и аккаунтов и сайтов они не хотят этим заниматься а вы захотели вы захотели измениться вы захотели двигаться вперед это здорово вы герои самые настоящие я восхищаюсь с вами и горжусь с вами я вам благодарна тем что я вместе с вами что я могу с вами делиться мы с вами делимся энергией понимаете это ни с чем не сравнимо никакими деньгами не измерить позитивная энергия и я вам сейчас тоже хочу рассказать один случай кошмарный случай вы должны понимать что негативная это тоже энергия почему мы играем в эти негативные деструктивные игры потому что это тоже энергия но это энергия уничтожающая нас и вот психологи где-то за границей не буду уточнять где провели такие исследования они исследовали многие семьи алкоголиков неблагополучных людей ходили по домам и просто изучали исследовали и они пришли в одну семью где муж и жена алкоголики и у них было трое детей и вот один ребенок двухлетний и он лежал все время возле холодильника и они просто наблюдали и оказалось что что когда открывали дверцу холодильника она все время била его и они пинали его ногами и кричали пошел вон что ты здесь постоянно ползаешь и психологи пришли к выводу что у этого ребенка вообще не было они на него вообще не обращали внимания единственное внимание которое он от них имел это вот эти пинки холодильником и ногами потому что внимание это энергия то есть вот наш весь мир сейчас превратился в то что мы пинаем друг друга мы вольны устраиваем мы уничтожаем друг друга это страшно потому что нам всем нужно это внимание дайте мне хоть какое-то дайте мне негативные поглаживания ну пусть они будут хоть какие-то я оскорблю тебя я тебе в морду дам но это хоть что-то чем вообще ничего потому что самое страшное это равнодушие ничего нет страшнее в этом мире понимаете но человеку плохо он умирает он разрушается он болеет когда есть негативные поглаживания они убивают нас человеку очень нужны позитивные поглаживания как Клод Штайнер сказку написал про пушистиков я ее опубликую сегодня нам нужны вот эти теплые пушистики которые мы от кошечек можем получать от собачек и вот друг от друга мы можем получать теплые пушистики я вас призываю к тому что давайте будем здесь на наших занятиях делиться друг с другом теплыми пушистиками позитивными поглаживаниями будем открытыми открывать свои сердца вот тогда процесс вашего энергетического исцеления пойдет отлично пойдет а если мы будем сидеть тут с постными мордами такие вот грустные и заумно толковать о том что вот надо так-то надо ся-то надо делать энергетические практики мы будем их делать годами обратите внимание вот в этих монастырях антибетских то десятилетиями они двигаются к этим к своим духовным каким-то достижениям потому что там все вот так вот нету там позитивных поглаживаний они отсутствуют понимаете а когда есть вот эти позитивные поглаживания когда мы в позитиве то наши вибрации они быстро поднимаются вверх и вот этот мой тренинг как защититься от негативных энергетических воздействий там есть очень хороший у меня вебинар который рассказывает вот именно о том о тонусах человека и там я говорю о том что чем выше тонус человека если человек может удерживаться на высоких своих тонах то у него тогда в жизни все складывается это и есть и наполнение тогда потоками энергии изобилия и тогда перетягиваются к вам люди вас люди любить начинают они к вам тянутся понимаете вот мне сейчас даже в моих дневниках населения Рузы жизни там мужчины начинают признаваться в любви потому что даже через страницы хоть я и мало там пишу но все равно они это чувствуют так как вы ж мои последователи вы тоже несете все это понимаете хорошо замечательный вопрос спасибо Елена какие еще вопросы хорошо друзья тогда я с вами прощаюсь я хочу попросить чтобы Женя Анжела и Тамара остались с вами мне нужно обсудить один момент хорошо Елена а с вами я прощаюсь я надеюсь вам понравилось наше занятие все замечательно до свидания